Я предлагаю рассмотреть в первоочередном порядке федеральный закон об основах государственного регулирования тарифов на продукцию естественных монополий, которые вносятся в шестой раз в Государственную Думу. Закон вносится в неизменном виде по простой причине. За это время, за время внесения неоднократно данного закона, каждый раз высказывалось мнение, что закон необходим, закон важен, практически целесообразен, но пару запятых надо бы исправить. Вот кое-что надо добавить. По прошествии восьми лет ничего не добавлено, никаких запятых не поменяли. Это говорит только о том, что закон настолько добротно сработан, что его надо принимать, не дожидаясь каких-то филологических изысков, которые могут произойти. За восемь лет закон доказал, фактически, не работая формально, на практике доказал свою практичность, как в отрицательном, так и в положительном смысле. В положительном смысле правительство все-таки взяло на вооружение идею 2002 года о годичном рассмотрении утверждений тарифов на услуги естественных монополий. В разных вариантах. Иногда на целый год, со следующего года, со второй половины, в уменьшенном размере, потом по увеличивающейся шкале до 12% в год. Но это предусмотрено законом, это можно. Более важно другое, что за время непринятия закона удельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги различных видов, электроэнергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и так далее, росли быстрее, чем общий индекс цен в 4 раза. Как мы собираемся навести порядок в этой отрасли? Уже президент начал заниматься этой проблемой. Но если у вас рост тарифов опережает в 4 раза общий рост, то никаких ресурсов у ЖКХ не будет. Этот закон не о предельных тарифах. Это закон в первую очередь о возможности посчитать издержки, которые складываются в монополиях, как в жилищно-коммунальном хозяйстве, как на РЖД, как в энергетике, как в Газпроме. Это закон о снижении издержек и повышении конкурентоспособности всех отраслей. И закон о повышении реального уровня жизни населения. На сегодняшний день получен несколько странный по форме, положено, положено, чтобы был отзыв правительства, несколько странный по форме, но по существу очень ясный отзыв. В правительстве Российской Федерации, рассмотрев проект федерального закона и так далее, так текст данного законопроекта полностью идентичен тексту, правильно, проекта федерального закона такому-то, о регулировании тарифов на продукцию естественных монополий, на который ранее правительство Российской Федерации дало заключение от 14-го, 2009-го года. Позиция правительства Российской Федерации по данному вопросу не изменилась. Законопроект не поддерживается. Бывает. Правительство имеет право дать как положительное, так и отрицательное заключение. Но отсутствие отрицательного заключения не повод для того, чтобы не рассматривать данный закон. К сожалению, комитет в четверг принял решение вернуть мне закон непонятно на каком основании. Я готов выходить и защищать данный закон, так же, как коллеги, которые его подписали, с отрицательным отзывом правительства. Учитывая, что за это время даже премьер правительства высказался за то, что тарифы на услуги естественных монополий не могут расти быстрее темпы инфляции. Идея-то живет, идея-то работает. И поэтому решение комитета выглядит надуманным, которое просто пытается с помощью очередных запятых, а не рассмотрения по существу данного закона, не рассматривать одну из важнейших проблем, которая накопилась в нашем обществе, усугубляющиеся каждым нашим принятием решения по этой области. Мы вводим управляющие компании, получаем дополнительные проблемы и так далее. Поэтому я считаю, что и коллеги мои по данному закону, что вместе с бюджетом надо рассмотреть срочно данный закон.